Полярные совы и сборная команда по баскетболу нашего округа в финальных играх Северо-Западного федерального округа завоевала второе место. За четыре дня соревнований наши баскетболисты сумели победить, проиграть и завоевать. Финал Северо-Западного федерального округа по баскетболу Кэсбаскет прошел в Архангельской области. С подробностями Дмитрий Марков. Десять команд юношей и десять команд девушек представили все регионы Северо-Западного федерального округа. Псковскую и Архангельскую области, Республику Карелии и Республику Коми, Санкт-Петербург и другие города федерального округа. Основными соперниками наших спортсменов стала команда из Череповца. Мы в группе с ними уже встречались, в группе довольно уверенно обыграли. Это была первая игра. Мяч круглый, немножко подсели физически. Все-таки шестая игра уже была заключительная. И у нас не такая длинная скамейка, в основном команд соперников. Поэтому так немножко не хватило физических кондиций. Одержав победу в первой игре, полярные совы до самого финала шли без поражений. И в финале проиграли Череповцу 8 очков. Ребята под конец устали, уже были силы, уже были не те, чтобы в начале. И соперники, наверное, подразобрали нас, немножко поняли игру. Стали делать акцент больше на дальний бросок. Стали, появился большой шанс попадания. Стали попадать свои броски и все. Результат – второе место. И путевка на суперфинал, который пройдет в Екатеринбурге с 4 по 10 апреля. Там будут готовы по квоте федеральных округов, будут представлены сильнейшие команды. То есть с северо-запада две команды проходила. С центрального федерального округа будет три команды, поскольку там много субъектов. С сибирского федерального округа одна команда. Полярные совы уже второй год входят в суперфинал. В прошлом году они заняли только седьмое место. В этом решили планку поднять. Тренер команды Владимир Рочев готовит ребят по новому плану. Тренировки в обычном режиме. Разбили. Какая-то специальная идет тренировка и соревнования? Нет, ну мы, конечно, тут немножко сейчас добавим. Трактических схем добавим, может быть. Немножко на защиту поработаем. Где-то недочеты свои подуберем. А так, в принципе, главное, чтобы не стушевались. В суперфинале встретятся 16 лучших команд страны. По баскетболу 16 команд девушек. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.